Я бы хотел сказать немного о другой стороне, связанной с постановками задач, о которых Михаил Сеевич рассказывал. Очень часто эта ситуация была такая, что Александр говорил о крупных проблемах такого, как мы сейчас говорили, федерального значения, государственного значения. А было множество задач, которые интересовали Михаил Сеевича как естественного испытателя. И причем те вещи, которые или реально возникали в результате каких-то действий, например, подводных взрывов, или те, которые он наблюдал во время каких-то путешествий или каких-то ситуаций в жизни. Часто в этом кабинете, но не часто, достаточно эпизодически. Михаил Сеевич собирал научных сотрудников, сотрудников, которые работали на него в отделе. И часто вот это собрание, оно не носило такого формального отчетного характера, просто сказали, что ты делал, что ты делал, как там у тебя делалось, тем или иным исследованием. А часто начиналось с его рассказов о каком-то явлении, которое его заинтересовало. Значит, вот он рассказывает, и интересно самое, что если он рассказывает о каком-то явлении, которое неизвестно и считает нужным, что оно должно быть изучено, то он практически всегда выдвигает свою идею, объясняет, как с его точки зрения можно объяснить этот эффект. И таким образом, фактически тот, кто заинтересовался этой задачей, он уже имел фактически направление, к которому можно было идти и проверять. Действительно ли ли, как мы, Михаил Сеевич, часто называли дедом и сейчас, сам вспоминаю. Как сам себя назвал. Прав ли дед или нет. И вот эта постановка, а заканчивая это всегда так. Ну что, он улыбается, говорит, ну что, интересно. Ну, конечно, все кивают головой. Интересно, а внутри думаешь, а вдруг тебе придется задачей заниматься и разбираться. Ну, вот так однажды и произошло. Михаил Сеевич где-то в конце 60-х годов сформулировал несколько задач, которые были опубликованы в институте, как задачи, которые с его точки зрения представляют интерес для научных исследований. Значит, вот одна из таких задач была связана с известным эффектом подводного взрыва, когда снаряд падает в воду, вертикальный столк летит, что рассказывал об этой задаче, объяснил, как с его точки зрения происходит этот эффект, это все связано с его любимым детишем, детишем в кумуляции, задал тот же вопрос стандартных, присутствующих, потом мне, как ученому секретарю, продиктовал, сформулировал подводную задачу, и сам нужно было повесить объявление о том, что вот предлагается кому-то такую задачу решить, и все, проходит некоторое время. Михаил Сеевич в время каких-то подписывал бумаги какие-то очередные, задает мне вопрос, ну что там, кто-нибудь подкликнулся на это объявление, я говорю, нет, вот так проходит недели, две, три, и после очередного вопроса, когда я ответил нет, значит, он что-то помолчал, ну и все, и мы разошлись. А когда через час мне нужно было подписывать бумаги к нему, я пришел, а он говорит, да, а как у тебя дела с этой задачей? Я сразу оказался в таком, ну, можете себе представить, я стою вот здесь, примерно, на этом месте, Михаил Сеевич сидит за столом в своей позе, так аккуратненько ногу покачивает на кресле, и смотрит на меня хитро. Ну, я думаю, что сцена была и спектакля, к нам едет ревизор, примерно. Но нужно отдать должность, что он жертву свою вообще не бросает просто так, потому что, когда какие-то идеи начинают возникать, как нужно двигаться, в каком направлении, то, как я уже говорил, практически направление он сам же и задавал, и нужно было только попытаться разобраться с тем, прав он или не прав. И вот здесь возникает следующая сторона. Если в результате экспериментов или каких-то там моделей математических оказывается, что он не прав, и его модель на самом деле не идет, а механизм совсем другой, его это нисколько не огорчает, он не расстраивается, а наоборот он радуется, что на самом деле вот в рамках такого представления, которое оказалось естественным, оказывается, что все на самом деле происходит по-другому, и сам заинтересованно принимает участие и в постановках задач, в обсуждении, и в обсуждении результатов, и так далее.